Высотка на улице Просвещения в Сочи чуть ли не нависла над жилым домом. В окна соседям летят камни и песок. За четыре месяца многоквартирник вырос как на дрожжах. Быстрое возведение домов – основной принцип недобросовестных застройщиков. Скорее заселить дом и пуститься в судебные тяжбы у них не получится, уверен Вениамин Кондратьев. Проблемные дома в Олимпийской столице глава региона осматривает вместе с силовиками. А где парковка, а где подъезды, где элементарное то, что должно быть, ну, к любому, по большому счету, мало. К жилому строению. С середины февраля мы стали жаловаться с самого первого момента, когда заложен был фундамент. Хочется, все пугает, что вот такой пример не единичный в Сочи. Вот почему этот пример не единичный? У меня сейчас, мы все приехали специально, чтобы разобраться. И, конечно, в счете поставить точку вот в такой строительной вахханалии, которая сегодня есть. Рекрасно понимаю, еще раз подчеркиваю, я сделаю все возможное, чтобы не только этого дома и подобных им в Сочи больше не было. Тотальные проверки ждут и другую многоэтажку. В глаза сразу бросается место, которое выбрал застройщик для возведения. Напротив входа буквально через несколько метров обрыв. А этот комплекс уже на улице Фигурной даже в проверках не нуждается. На паспорте объекта красуются три трехэтажных дома. Это норма высотности, которая действует на территории эмеретинской низменности. По факту же здесь возвели семь многоэтажек и поверх уже существующей мансарды нарастили еще одну. Практически все эти застройщики при строительстве использовали мошеннические схемы, а после пытались узаконить дома через суд. Такие архитектурные недоразумения не должны портить облик Олимпийской столицы, обозначает позицию Вениамин Кондратьев. То есть сегодня судебным решением можно констатировать, что данный дом считается законным. Так получается? Многовортирный, высотный дом. Надо судьям делать выездные заседания судебные, понимаете? То есть прямо вот здесь, на месте. Потому что в противном случае судья по каким-то причинам не видит, что на самом деле происходит. И выносит вроде как очные, а на самом деле какие-то заочные судебные решения, потому что они никак не отвечают реальности. А реальность, она страшная. В реальности же действительно за полтора года в суд подано 86 заявлений о сносе незаконно возведенных многоэтажек. И только в 15 случаях принято решение о демонтаже домов. Эти цифры Вениамин Кондратьев озвучивает уже на совещании. За столом в основном правоохранители и силовики. Борьба с самостроями уже давно вышла на новый этап. И теперь важно не допустить никаких промахов, считает глава региона. Однако нередко суды выносят необоснованные постановления. В качестве примера губернатор приводит Адлерский районный суд. Дела либо затягивают, либо по необъективным причинам принимают решения в пользу недобросовестного застройщика. Коллеги, не нужно изображать видимость борьбы с самостроями. Нужно реально с ними бороться. Везде мы упираемся в судебные решения. Везде. Я сделаю все, чтобы права и оценка давалась и судьям, которые выносят подобные решения. Но в этом случае, если решения Адлерского суда будут отменены, то я оставляю за собой право обратиться в Координационную коллегию судей края о прекращении полномочий у тех судей, которые выносили подобные решения. Но даже в этих единичных случаях, когда строение подлежит сносу, не всегда приступают к действиям. В том же Сочи самострой так и не демонтировали. При том, что муниципалитет выделил деньги, на площадку даже приехала техника. А вот судебных приставов, без которых снос невозможен, так и не дождались. Я вообще не понимаю, что делает главный судебный пристав Сочи на своем месте. Если он не может координировать и взаимодействовать. Я сейчас обращаюсь к главному судебному приставу края. Если вам нужен такой главный судебный пристав, как руководитель по городу Сочи, тогда заберите его на повышение. Но здесь поставьте такого судебного пристава, главного, который будет максимально реализовывать политику, которую требуют от нас народ, жители края, конечно, все мы вместе. Решить проблему самостроев возможно только, если объединить усилия всех структур и ветвей власти, говорит Вениамин Кондратьев. Каждый на своем месте должен нести ответственность за подпись в документе, разрешающем строительство, или постановление, которое дает право узаконить строение. Ведь за каждым действием стоят судьбы обычных людей. Принятие мер должно быть жесткое, своевременное. Не нужно ссылаться там только на решение судов, или мы написали письмо, и на этом все. Вот что-нибудь тоже скальзывало, мы обратились, мы написали, мы отправили прокуратуру, мы отправили губернатору, и все, и трава не расти. Это тоже не подход. Он должен быть государственный. Если мы чуть-чуть проморгали, чуть-чуть, не успели, вот даже чуть-чуть, то этим как раз воспользуется тот, кто самостроит, это возводит. Как только судебное решение обступает в силу, а такие примеры есть, то вот этот самострой становится не самостроем. Он находится в правовом поле уже, и те люди, которые купили жилье, они отчасти здесь купили жилье, которое легально на рынке. И какие мы сейчас претензии можем подъявить людям, которые купили вот этот промежуток, даже если мы потом это решение отменили, квартиры, если они действовали в рамках закон. Кубань для застройщиков сегодня один из самых привлекательных регионов. В прибрежных курортных городах строят дома, гостиницы и коттеджи. Чтобы контролировать законность их возведения, в регионе хотят вернуть градостроительный контроль. С этой инициативой край планирует выйти на федеральный уровень, чтобы в случае недобросовестной застройки инспекторы могли забить тревогу еще на стадии котлована. Мария Крошная, Инна Чайка, Денис Передзи, Денис Москаленко и Сергей Щербин, Кубань, 24, Сочи.